Всем привет! Вы на канале Вербанейлс и сегодня видео коррекция вот этих ногтей. Аккуратненькие ноготочки моей клиентки. Есть некоторые потери. Ноготки у клиентки влажные, мягкие, гнущиеся, особенно кончики. Из-за этого возникают периодически отслойки и она их отрывает. Особенно это видно вот по безымянному пальцу, насколько ноготь был оторван. Все мы хотим иметь прочные крепкие ногти, носить их без отслойок и потерь. Поэтому сегодня поделюсь парой секретиков, как этого добиться. Если интересно, то оставайся со мной. Нахожу у клиентки самый короткий ноготок. По неуравняем длину. Убираю сначала длину фрезой. Затем аккуратненько спиливаю старый материал. Использую, как видите, керамическую кукурузку с синей насечкой. Работаю на скорости 30 тысяч оборотов. Максимальное движение фрезой. Мягкие, плавные, аккуратненько, чтобы не свершить пропилов. И, как правило, после основных движений от кутикулы к свободному краю, завершаю снятие движениями по горизонтали и заглаживаю поверхность ногтя. Взяла себе на пробу новенькие файлы сменные для одноразовой пилочкой от Stalix. Мне не очень, честно говоря, пока нравятся. Потому что они какие-то тонкие. Конечно, удобно их надевать на пилку и снимать. Но сами по себе они достаточно жесткие. Мне это не очень нравится. Пока, конечно, буду пробовать. Может быть, приловчусь и дальше будет легче с ними работать. Но все-таки, наверное, вернусь к файлам на вспененной основе тоже от Stalix. Содранный ноготок запиливаю особенно аккуратно, так как и так он поврежден и истончен. У клиентки ногти сами по себе тонкие. Поэтому, чтобы не навредить, движение максимально аккуратное. Нам нужно слегка его зашершавить. И вместе с тем, важно не оставлять глянцевые участки, чтобы в этом месте не образовалась новая отслойка, которая клиентам благополучно бы подцепилась и отодралась. Да, снимая материал с остальных ноготков, здесь у нас тоже была отслойка, поэтому аккуратненько все убираем. Если же вы не уверенно работаете фрезой, боитесь повредить натуральный ноготок, то лучше убрать остатки старого материала пилкой. Маникюр у нас комбинированный, поэтому предварительно отодвигаю кутикулу, которую клиентки совсем миниатюрные, но тем не менее нам ее нужно почистить. Работаю апельсиновой палочкой, отодвигаю кутикулу, формираю кармашек, который здесь тоже минимальный. Работаю алмазной фрезой с красной насечкой на скорости 17-20 тысяч оборотов. С переключением фрезы на реверс и форвард обрабатываю сначала одну сторону на всех ноготках, затем меняю вращение фрезы и обрабатываю противоположную сторону. У клиентки, хоть и кутикула минимальная, есть тереги, которые нужно почистить, и также немного суховатые уплотненные боковые валики, на них тоже стоит обратить внимание. Срез кутикулы, как обычно, произвожу ножницами. После этого нам нужно будет зашлифовать срез. Я использую алмазную фрезу с красной насечкой. Скорость вращения примерно 10-12 тысяч оборотов. Шлифую срез кутикулы и боковые валики. После этой фрезы на скорости уже 5-7 тысяч оборотов шлифую и полирую срез и боковые валики. После тщательно убираю пыль, протираю ногти обезжиривателем, наношу вспомогательные жидкости. У меня это праймер бескислотный, жду пару секунд, когда он выветрится. И наношу тонкий слой каучуковой базы втирающими движениями сразу на 4 ногти одной руки, а потом отдельно сушу большие пальчики. И вот вам первый лайфхак, чтобы ногти наносились лучше. Это использовать не кисть из флакона, а плоскую кисть. И всегда делать подложку под любые базы, которые бы вы не использовали. Тонко распределяем базу. Чем она более жидкая, она лучше внедряется в ноготь. И также именно способ нанесения плоской кистью помогает нам базу втереть в ноготок. Так она дает лучшее сцепление материала с ногтем. Следующий лайфхак, который многие знают и активно используют, это смесь базы и акриловой пудры. Я смешиваю в равных попорциях один к одному на отдельной палитре. И набираю затем на кисть. Тонко распределяю по ногтю, но не на весь ноготок, а на две трети, обязательно заходя за стрессовую зону, чтобы укрепить ноготок и в этой области. Можно же, конечно, посыпать базу сверху акриловой пудрой, но так вы не контролируете количество акриловой пудры, а здесь вы четко соблюдаете пропорции один к одному. Просушили этот слой, затем я использую каучуковую стронг базу от Уна. Ей я делаю выравнивание на ногтях. На этом этапе работаю с каждым ноготком по отдельности. Сушу в лампе по 30 секунд, затем конечную фиксирую все ногти в лампе на одну минутку. И затем следующий лавхак, который поможет ногти сделать прочнее. А именно, я не доводила ногти до формы и до длины, которую просил клиент. Я оставила небольшой запас в 1-2 миллиметра. И сейчас, обезжирив ногти, я произвожу апил по базе. Что это дает? Когда мы делаем выравнивание, особенно если переворачиваем ручку ладонью вверх, у нас материал немного отходит от боков и со свободного края. Таким образом, там образуется минимальная толщина базового слоя. Не все ногти хорошо носят этот минимальный тонкий слой. Подпилив ноготок на 1-2 миллиметра, у нас остается более толстый слой материала на торце. Таким образом, материал получается более крепким и ноготок лучше носится. Наверняка, самые опытные и талантливые мастера уже давно знают эти способы и активно их используют. Но, надеюсь, это видео будет кому-то полезным и кто-то не будет знать вот эти нюансики в работе. Поэтому, на здоровье пользуйтесь и напишите в комментариях, было ли что-то новенькое в этом видео для вас. Надеюсь, что было. Тщательно убираю пыль, протираю салфеткой с обезжиривателем. И у нас будет камуфлирующий гель-лак от Ласкос. Очень бюджетная фирма, но хороший оттенок камуфляжа. Пока не нашла аналог в моих фирмах, которые я активно использую. Поэтому этот гель-лак Берегу. Очень красивый оттенок. Полупрозрачный, спокойный, бежевый. Хорошо наносится, хорошо просыкает и клиенты его любят. Можно нанести как в один слой будет красивый оттенок, так и в два слоя, чтобы получить более плотный цвет. Клиентка моя немного подустала от ярких ногтей. Они у нас были яркие несколько раз подряд. Поэтому в этот раз у нас будет спокойный дизайн. Камуфляж у нас на всех ногтях. А на паре ноготков я добавляю дизайн. Для этого вот таким мятным гель-лаком ставлю пятнышки. Формирую абстрактное пятно, но равномерное и не очень толстое, чтобы оно хорошо просохло и не дало нам дополнительного объема. Просушиваю в лампе, затем буду использовать вот такие хлопья от Vogue Nail. Это абстрактные белые хлопушки разного размера, разной формы на прозрачной подложке. Распределяю по ноготку, тоже делая таким образом пятно неопределенной формы. Также фиксирую в лампе 30 секунд, снимаю липкий слой, так как у нас будет рисунок черной гель-краски. Чтобы гель-краска не убегала по ногтю, я снимаю липкий слой и тоненько рисую черной гель-краской веточки. На одной будет нечто похожее на пальмовую ветвь, а на второй листик немножко другой формы. Если у вас есть стемпинг, похожий на этот, то вам повезло больше, чем мне. Поэтому, конечно же, используйте слайдер или стемпинг, но у меня таких не было, поэтому и я, конечно же, рисую. На втором пальчике у нас будет нечто такое, это же я дублирую на второй руке, только немного меняя последовательность. Еще у нас будет абстрактный золотистый ободок, обруч, кружок, не знаю, как это назвать. В общем, абстрактное пятно, контурное, беру блестяшки, такой интересный медный оттенок. Они пигментированные, плотненькие, мелкие, из-за того, что они мелкие, не будет проплешин в этом ободке. И тоненькой кисточкой аккуратно рисую ноготки, сушу и проделываю все то же самое на остальных ногтях. Этот дизайн можно было сделать поверхностным, но клиентка попросила сделать его внутрь, под топ, поэтому покрываю топом без липкого слоя. По окончании маникюра всегда подпиливаю торцы, делаю более четкую ровную форму, ногти носятся хорошо, это никак не влияет на носибельность. Убираю пыль влажными салфетками и ноготки готовы к фотосессии. Итак, смотрим на конечный результат, вот что у нас получилось, мне кажется, очень интересный дизайн, и в меру яркий, и в меру спокойный, потому что фон у нас нейтральный и вообще очень интересный. Надеюсь, что вам было интересно наблюдать, какие-то лайфхаки вам пригодятся, обязательно напишите об этом в комментариях под видео, я все почитаю, мне очень интересно. Не забывайте нажать на кнопочку подписаться, колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, и всем спасибо за внимание, всем красивых маникюров, и до новых встреч в новых видео, пока-пока!